Друзья, я рад приветствовать всех вас! Я Кот Лео, репортер видеоканала кинофестиваля «Волшебный фонарь». Я сегодня веду репортаж из необычного места, психоневрологического интерната номер 9. Вы наверняка помните замечательные работы в школе взаимопомощи. Работы этой студии не раз занимали призовые места на нашем кинофестивале. Сейчас мы побываем у них в гостях и своими глазами увидим, как рождается волшебство анимации. А расскажет и покажет нам работу студии Ольга Смешнова. Я работаю в психоневрологическом интернате. И сегодня я расскажу вам про творчество особенных людей, что насыщает их жизнь, делает их более счастливыми, что наполняет их жизнь идеями. Посмотрим? За мной! Вы в гостях творческого кластера школы взаимопомощи, который уже не один год участвует в фестивале «Волшебный фонарь». Ребята сами делают сюжеты, продумывают сценарии. Знакомьтесь, Сагуляк Вячеслав, а самое ценное в этом творчестве для тебя? Ну, я бы хотел сказать, что это, во-первых, картина, я ее рисую. Я так как рисовал карандашом раньше, а вот здесь пластилином, это впервые для меня, это для меня очень интересно. Совершенно новый вариант делать картину из пластилина. Цвета ты выбираешь сам? Да, естественно, делаю сам цвета, подбираю, и получается вот такая вот картина. Спасибо, Слава. А этот участник у нас всегда оптимистичен, всегда улыбается, зовут его Головкин Николай. Коля, я вижу рыжего обаятельного кота, который похож на тебя. Ты у нас рыженький и кот рыженький. Расскажи, что это, к чему ты лепишь этого кота, какая история? Кот в сапогах или как-то там, не знаю. Коля, расскажи нам, вот ты раньше ничего не умел, ну правда, то есть мы все, когда чем-то начинаем заниматься, сначала мы ничего не знаем. Я знаю, что ваш педагог и наставник, это Гучаева Оксана Юрьевна. Вот когда вы только начали заниматься, и сейчас, если присмотреть, то на нашем фоне есть оборудование, компьютеры, с помощью чего? Как вы делаете мультфильмы? Ваши персонажи оживают? Расскажи технологию. Ну, с помощью камеры, этого ноутбука, через компьютер снимаем. А ты можешь сам сделать так, чтобы слепить этого кота? И с помощью какой-то программы, чтобы объект ожил? Ну да, мы делаем, мы лепим, а потом выдвигаем там частично эти персонажи, и получается мультик из этого, там Оксана Юрьевна как-то обрабатывает, и получается. У нас есть специальное оборудование, которое было приобретено школой взаимопомощи для развития программы мультипликационной, которая уже объединила десятки интернатов в городе Санкт-Петербурге. К ребятам приезжают в гости разные ребята из разных интернатов, сами ребята являются наставниками для деток из детских домов и учат анимации. И я думаю, что уже в «Волшебном фонаре» участвует не один десяток участников, которые научились лепить у наших ребят. Да, Коль? Да. И на заднем фоне, если будете внимательны, увидите специальные столы для анимации. Ребята пользуются программами, умеют передвигать и оживлять фигуры. Сюда вот ставится камера, потом мы ставим вот так вот фигуры, и постепенно они появляются. Сначала одна там, потом вот другая, вот эта вот. Следом, если, например, колыбельное ее делали, с Оксаной Юрьевной снимали тоже. Колыбельное снимали. Вот, по-моему, вот эти вот персонажи, наверное. Коля, расскажи, вот ребята, которые приезжают с других интернатов и учатся у вас анимационному делу, появились ли у тебя новые друзья? Да, появились. Расскажи о них, мальчики, девочки, вместе вы делаете какие-то фильмы, чем занимаетесь? Ну, я чаще всего это, за компьютером сижу, показываю, учу их, как снимать, там, как что. Там с девочкой с одной познакомиться, ее Виолетта звать, это седьмого интерната. Потом с Колей познакомился тоже, с Зеленогорска, по-моему, с ПНИ-6. То есть большое анимационное дело, делаем вывод, объединяет, находим новых друзей, вместе творим, и что вот эта вот анимация, вот эта идея школы взаимопомощи сплощать за счет творчества интернаты, детские дома, преемственность, обучение, это, на самом деле, очень классная идея. И мультики, ребята, это серьезно. Правда, Коль? Да. Валь, ты у нас сколько в интернате проживаешь? В этом интернате я проживаю с января месяца, то есть уже... Почти сто год. Десять месяцев. Почти год, скажем, да? Сейчас идет как бы два параллельных мультика, мы над ними работаем. Это мультик про Петра Первого, про Санкт-Петербург, и мультик про деньги. Вот, то есть финансовая грамотность. Ставится вопрос, что такое финансовая грамотность? И мы проработали там сценарий специальный с Оксаной Юрьевной. Вот, там разные эпизоды из истории, разные там персонажи, которых мы в веселой форме пытаемся показать, как они взаимодействовали по деньгам. Вот, это наш сейчас основной мультик, который мы, скорее всего, будем куда-то отправлять, ну, и будем надеяться, что там что-нибудь у нас срастется. Ну, вы уже неоднократный победитель многих фестивалей. Я думаю, в этот раз у вас все получится. Ну, я тоже надеюсь. Будем стараться ради этого. Валь, а подскажи нам, какими важными качествами должен обладать человек, создающий мультфильмами? Ну, тут по-разному, на самом деле. Есть два вида, ну, два разделения. Сначала надо его мультфильм слепить, ну, сам сценарий сделать, слепить, а потом уже, собственно говоря, работать на самом мультстанке. Вот. Ну, для того, чтобы лепить, скорее всего, надо иметь фантазию и некоторую тонкость и чувство по отношению к маленьким или большим габаритным таким, ну, вещам, которые надо вычислить. А на станке, чтобы знать, надо знать технологию работы, то бишь, когда надо что, ну, изменить, подвинуть, все, по кадру и технологию. Там она снимается в таком виде, что обратная съемка идет. Сначала ставится конечный, соответственно, персонаж, ну, или, соответственно, какой-то там вещь. Вот. И потом его... снимается по кадрово его появление, как исчезновение, соответственно, маленькое сминание. Спасибо большое. А теперь, что бы ты пожелал всем мультипликаторам? Представь, что «Волшебный фонарь» объединяет и маленьких детей, и взрослых людей. То есть вот это творчество, вот эти вот фигурки, казалось бы, которые складываются в сюжеты, которые мотивируют людей на новое, хорошее, доброе мультики. Зачем мы создаем, да? Чтобы показывать прекрасный, идеальный мир, или, наоборот, задавать вопросы. Что можно пожелать фестивалю «Волшебный фонарь», который объединяет все-все-все творческие коллективы Санкт-Петербурга и даже России? Ну, как что можно пожелать? Можно пожелать новых взглядов на то, к чему мы уже привыкли. Но самое главное, конечно, это пожелать единое... Единые эмоции, единое переживание, наверное, да. Это будет самое лучшее. Спасибо. С вами была «Школа взаимопомощи» и настоящие творцы мультфильмов Валентин, Слава и Коля. На нашем отделении проживает 83 человека. Скажите, пожалуйста, каких возрастов эти люди? Это диапазон от 18 до... в настоящий момент до 86 лет. Потенциал по использованию творческих методик всегда благотворно влияет на пациентов нашего отделения. Самое ценное для ребят является то, что они получают то внимание, которое необходимо им, когда они занимаются этими кружками, когда посещают различные роды выставки, посещают различные роды кружки по изготовлению подделок каких-то из бумаг, либо каких-то рисунков, фотографий, мультфильмов, спортивных кружков, соревнований и так далее. Все это в какой-то степени дарит им то внимание и ту заботу, в которой они нуждаются. Безусловно, для них это очень важно и востребовано ими. Однозначно творческая реабилитация дает им в первую очередь внимание, созидание, востребованность, общение, которым так нуждается наши проживающие, нашего интерната. Редактор субтитров А.Семкин